Полвека назад известный русский акробат Иосиф Сосин первым в мире сделал двойное сальто. Тогда этот номер шел под барабанный бой, как смертельный и неповторимый трюк. Знатоки утверждали, что это предел возможности прыгунов. 50 лет спустя на чемпионате страны, 18-летняя Надежда Маслобойщикова из Тольятти, первая в мире среди женщин, прокатила по дорожке двойное сальто. Тренер Нади Виталий Александрович Гройсман. Руки повесим. Выход. Нет. Не спеши на выходе. Десятки, сотни прыжков. И так каждое утро, каждый вечер. Поднялась. Ну что за переход? Таз вот здесь висит. Эта нога вот здесь. Так что мне вчера? Мне сегодня нужно не вчера. Я же тоже не могу каждый раз. Каждый раз. Высота отличная. Выход хороший. А таз и ноги совершенно не по делу. Пошли. Спокойно. Здесь рождаются не только рекорды. Здесь создаются самые сложные, порой невероятные комбинации. Понимаешь? Дай перед собой, и плавендущий в ней зажимается. Вот другое дело. Отлично. Отдавилось. Молодец. Молодец. Чем же привлекает акробатика? Динамичностью прыжков, легкостью, стремительностью. То, что все быстро проходит, красиво и быстро. Ну, интересно. Как так человек отрывается от земли, крутится в воздухе и опять на ноги приходит. Это же только птицы могут. Говорят, что канадские мальчишки вначале учатся играть в хоккей, а уж потом школьные азбуки. Бразильские малыши делают первые в жизни шаги на футбольном поле. В Тольятти эта картина обычная. Может, поэтому и стал этот молодой волжский город столицей спортивной акробатики. Самые высокие трофеи. Золотые кубки страны. Более 30 золотых медалей привезли за последние годы питомца Виталия Гройсмана. К его титулу главный стоматолог города прибавился еще один. Заслуженный тренер Советского Союза. Надю называют новатором акробатики. Многие сложнейшие элементы на дорожке первой в мире выполнила именно она, работница цеха покраски Волжского автомобильного завода. Зимой за полгода до чемпионата мира Наде сделали сложную операцию. Поговаривали, что эра маслобойщиковой кончилась, что русская прима из Тольятти, как ее крестили немецкие газеты, больше побеждать не сможет. Перед мировым чемпионатом Надя тренировалась как никогда. Мне только выигрыш нужен. Я не знаю, может, это самоуверенно, не знаю, но мне хочется выиграть. Первый чемпионат мира только выиграть. Я сам сказала, прям как это, кровь из носа, но выиграть. Москва. 12 июля 1974 года. Этот день войдет в историю древнейшего вида спорта. Через несколько минут начнется первая в истории акробатики в первой сцене. Через 95 сотник. Через 36 сотни минут... Через 26 сотни officей. Через 24 столб. Через 128. Через 3. Через 22 миллион. Через 5000 command. Надежда Останойщикова, что вы предпочли. Основная соперница Нади, чемпионка страны 1974 года Наталья Тимофеева. АПЛОДИСМЕНТЫ На станции Надежда Останойщикова, Советский Союз. Предварительный результат 9,7600 баллов. Надежда Останойщикова завершила свой прыжок с поворотом на 900 градусов. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, первая золотая медаль чемпионата мира отправится в город знаменитых «Жигулей» Тольятти. Будет еще много чемпионатов, будут меняться поколения чемпионов, но первые всегда останутся первыми. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...